Я смотрел фильм о замечательной математике Синай. Это сейчас уже довольно пожилой человек, лауреат премии имени Абеля, такая есть очень престижная математическая важная премия. Синай в качестве своей любимой задачи для маленьких, для нас с вами, для школьников, сформулировал такое. Представьте себе какое-нибудь двузначное число и сложите его так, чтобы в сумме получилось сотня. Представьте цифры в каждом из этих двух чисел. Посчитайте, сколько будет. А вот если посчитать? 109. Замечательно. Давайте напишем какой-нибудь другой пример. Скажем, 56 плюс 44. Это тоже 100, я понимаю. Переставляем. Переставляем цифры. Получается 109. А теперь задача. Если у нас есть два двузначных числа, которые в сумме дают 100, скажите, пожалуйста, если мы переставим цифры. Водите. Вот. Докажите. А в этом условии дано, то условие то, что нет ни одного из них круглого числа. Скажем, 10 плюс 90. Переставьте. Молодец. Действительно, у нас, возможно, такая неприятная проблема. Получается. Да, да, да. Действительно, скажем. 10 плюс 90. Это, конечно, 100. Но если переставишь, то получится даже не двузначные числа. Да, да, да. То есть на самом деле получится 10. Ну, ребят, давайте я действительно зря это не сказал. Конечно, B и D будут не нули. Ладно? А. То есть числа, не деляющиеся на 10. Да, что? КОВСКИ. КОВСКИ. Как А. B и C это не нули, то значит, они дают переход через разряд. В общем, можете все-таки B и D? Ну, да, B и D. Да, B и D не нули. Они не нули. Выход они дают переход через разряд. Да. Значит, А плюс С равно 9. Выходит... Стоп, стоп, стоп. Если вы хорошо написали. А, в смысле сказали. А плюс С равно 9. Правильно. Тогда, если B, D, D плюс B переход через разряд, то получается 10. Молодец. Надо понимать. Вот эти два равенства... Нет, не уходите. Вы еще сейчас должны это говорить до конца. Но эти два равенства, это действительно ровно то же самое, что вот это одно равенство. Согласен. Дальше. Так как здесь наоборот, у меня то уходит то, что 10 с самого начала, а 9 в конце. Правильно. Когда мы будем складывать в столбе, то просто, когда пишешь B, A, а под этим пишешь D, C, да, вот такие вот числа, и складываешь. То, конечно, A плюс C пишешь 9, а B плюс D, ну, собственно, пишешь 10. Включается 10 на 109. Спасибо. Спасибо. Решили мы эту задачу Синая. Действительно, такая вот симпатичная штука. Ну, что называется, на понимание того, что такое сложение чисел.